Девушки отдыхают Овечка Долли, независимая Чечня, министр Ковалев в бане, Каспаров проиграл компьютеру, разбилась принцесса Диана, Тайсон укусил Холлифилда, азиатский финансовый кризис, 850 лет Москве, в Костроме появился новый центр продажи автомобилей. Вот здесь все начиналось. В 1997 году я пришел сюда в первый раз. Здесь работал очень маленький коллектив, но уже очень дружный. И первые свои машины мы начали продавать именно отсюда. В этом месте у нас было офисное помещение, где сидели менеджеры по продажам машин. А в этом месте стояли автомобили товарные отечественных марок, УАЗ, ГАЗ, УАЗ. И отсюда мы продавали первые свои автомобили. В начале наши продажи были невелики. В месяц мы продавали порядка 20-30 автомобилей, но впоследствии эти цифры стали увеличиваться. 2001 год. 11 сентября. Бен Ладен враг номер один. Война в Афганистане. Все увлечены Гарри Поттером. Эпидемии ящера в Европе. Движения, идущие вместе. Дело полковника Буданова. Турнэ Кемчаныра по России. Затоплена станция «Мир». Наша компания получает официальное дилерство «АвтоВАЗ» и открывает автосалон в Шарье. Ну, начинали как? То есть, то, что сейчас в АЗе есть, это все было в мечтах. И эвакуаторы тоже. Начинали. 15 человек садилось в 7-м местном «Газели». И ехали в город Тольятти. Город Ульяновск. То есть, это 1000-1200 километров. Там эти все маленькие вазики садились на свои машины, которые забирали, и ехали обратно. Даже был такой случай, когда в Ульяновске получили вазики вечером. И вышел сторож нас провожать. Он вышел, хвалил-хвалил машину. Когда спросил, куда едете? Мы говорим, Кострома. Он говорит, далеко. Мы говорим, да, 900 километров. Говорит, 900 километров не доедет. Вот. Было так. Все ускоряется. Магазины по направлениям автозапчасти, кузовной ремонт, автохимия. Направление автохимии в структуре компании «АвтоВАЗ» открылось в свою деятельность в 2002 году. Наряду со снабжением сервисного центра мы определили для себя розничное направление торговли, в частности, продажу профессиональных расходных материалов и оборудования для кузовного ремонта автомобилей. Предложения новинок, поиск и тестирование свежих идей, инновационные технологии, широкий спектр продукций, а также интересные рекламные и ценовые предложения привлекли большое количество потребителей в разных экономических сегментах. Вторым шагом в развитии направления стало открытие в 2004 году первого в Костроме магазина самообслуживания автохимии и автоэксессуаров, где были представлены товары более 7 тысяч наименований. На сегодняшний день у направления много далеко идущих планов, а цель нашей работы, как и много лет назад, остается прежней – быть профессионалом в очень непростом деле оказания услуг автовладельцам. Начали продажи «Кия» и открыли сервисный центр для иномарок представительства компании в Ярославле. К 2005 году в Костроме мы продаем иномарки мировых лидеров – Ниссан, Тойота, Мазда. Я пришел, как бы тоже ребята были более опытные, то есть я пришел как бы без опыта вообще слесаря после армии, то есть как бы отработал год, ну, обслуживал основным вазами, газы вот «Газели», «Волги». То есть, ну, ребята, кто были более опытные, то есть они знакомы были и с иномарками, то есть где-то подсказывали, что поделать, что это происходит. Не знаю, как бы другие материалы использовались уже, масла, фильтра, то есть, ну, принципиально все равно как бы отличались уже от отечественного автопрома, как бы, автомобилей. Пройден путь от простого цеха металлоконструкции к производству пластиковых окон. И через 10 лет костромичи будут знать, что главное в ремонте – найти молоток. В 2003 году пришла идея, значит, основать производственное направление на базе нашей компании. И мы открыли, значит, производство металлических дверей, решеток, оград и прочих издений. И немножко попозднее, как бы, начиналась тема уже пластиковых окон. И мы постарались максимально, как бы, подхватить это все дело. И, в общем, до сегодняшнего дня ведем это направление, развиваем его, строим также фасадные системы, очень серьезные. Это вот как салон Кио запустим, салон Шарье. Делаем отделочные работы по балконам, по квартирам. 2006 год. Массовые протесты студентов и беспорядки во Франции. В Санкт-Петербурге состоялся саммит глав стран Большой Восьмерки. Казнен экс-президент Ирака Саддам Хусейн. В России прошел первый единый день голосования. Зидан удален в финале Чемпионата мира по футболу. Вышла в обращение купюра Банка России номиналом в 5000 рублей. Компания «Авторим» открывает здание крупнейшего в Костромской области техноторгового центра по адресу Кострома, 2-я Волжская, 19. С шестью автосалонами, сервисными и тюнинг-центром, автомойкой, фирменными магазинами и шинным центром «Премио». Становится официальным дилером брендов «Митсубиши», «Хёнде», «Кия», «Лада». Я очень хорошо помню тот период, это был 2005-2006 год, когда компания приняла решение перехода на качественно новый уровень. И в этот период мы начали продавать практически все автомобили импортного производства. Именно в этот период наши объемы достигли рекордных за все время существования компании. Мы работали со всеми дистрибьюторами, мы перенимали лучший опыт, мы обучали наш персонал, мы вводили новые должности, которых раньше не существовало, в том числе различные тренерские позиции. Мы вводили центры сертификации и службы клиентского сервиса для того, чтобы действительно наш уровень предоставляемых услуг и продаж был самым высоким рекоменем. Я очень горжусь тем, что именно наши продавцы становились лучшими, именно мы продавали больше всего финансовых услуг, уровень клиентской удовлетворенности в нашем регионе был тоже лучше именно у нас. Мы неизменно всегда достигали высоких результатов, и очень важно было эти результаты сохранять. В 2006 году генеральным директором Сергеем Вишваревым было принято решение создать охранное агентство в связи с расширением объемов продаж, расширением авторима. Было такое решение принято, что создало охранное агентство АБС. Одной из задач было, конечно, это расширение видов услуг охранного агентства, культового охрана и сопровождение грузов. То есть весь спектр, весь комплекс охранных агентов, которые на сегодняшний день полностью были созданы во втором и сейчас они функционируют. Охранное агентство АБС, я знаю, он сейчас уже и со стороны, как бы является одной такой из оснащенных охранных агентств. Из всех охранных агентств, которые находятся в Костроме, и по связи, и по транспорту, и по обеспечению, и по всем видам охранных услуг у нас, соответственно, всем тем требованиям, которые появляются охранным услугами. Движение ускоряется. Зарегистрирован товарный знак «Авторим». Для развития нужны новые скорости. Компания осваивает мототехнику и пересаживается на такие мировые бренды, как «Поларис», «Меркьюри», «Ларсон», «Кавасаки», «Чапараль». Начинали с открытия в Костроме в 2007 году. В ноябре привезли первые снегоходы «Поларис». Снега не было до февраля месяца. Мы очень переживали, но в результате снегоходы продались, как только выпал первый снег в феврале. Формировали салон мототехники очень быстро. Сергей Юрьевич ставил каждый раз все новые и новые задачи. У нас добавились новые бренды. Бренд «Кавасаки». Потом стали очень популярны скутеры. Появился бренд «Хонлинк», который очень хорошо продавался. Появились лодочные моторы «Меркьюри», лодки, катера и очень много аксессуаров. 2009 год. В России повсеместно введен ЕГЭ. Интронизация патриарха Кирилла. В Москве прошел конкурс «Евровидение». Авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь». Президент Барак Обама получил Нобелевскую премию мира. Вышел тысячный выпуск «Капитал-шоу» «Поле чудес». В активе дилерста «Авторим» добавились «Джели» и «Тагас» в Костроме и Ярославле. Сданы строительные объекты в Волжском и на Михалевском бульваре. Начинает работу Центр продаж и обслуживания грузовой техники «Скания». Начинает работу дорожное радио. Я не начинала дорожное радио, но я была рядом. Я уже пришла работать в компании «Авторим». И все, что завязывалось, все контакты с Питером, все наши подготовления, приготовления, все было принято. Дорожное радио, на самом деле, для меня это большое творчество. Все, что я вспоминаю, всегда было что-то интересное. То мы выдавали на день 8 марта цветы девушкам, то мы пекли какие-то пирожные на день автомобилиста в виде колесиков, то мы какие-то ленточки резали. Это было очень интересно. Музыка, дорожное радио, мне на самом деле очень нравится. И я думаю, что всем в компании, потому что мы часто ее слушаем. И сейчас, вот я прихожу в любой магазин, в какую-то компанию, в 90% случаев звучит дорожное радио. То есть люди любят его, слушают всегда. 2012 год. Как всегда в стране и мире полно разнообразных событий. А компания «Авторим» выходит на свой 15-летний рубеж, имея богатый багаж и огромные планы развития. Компанию пришла в январе 2004 года в должность водителя, генерального директора Сергея Юрьевича Шуварина. За то время, тот год пролетел очень быстро, но, несмотря на это, объездил пол России. В 2001 году решил себя попробовать в новой должности, в должности продавца-консультанта. В 2006 году, после глобальной стройки наших автосалонов, я вступил в новую должность продавца-консультанта автосалона «Хендай». Затем прошел обучение, сертификацию «Хендай Моторс». Ну и в 2007 году, когда открывались у нас новые салоны в городе Ярославль, работал там я уже руководителем отдела продаж. Также, в 2007 году, очень знаменательное для меня событие в моей жизни, это была моя свадьба, наша свадьба. На данной свадьбе гуляли всем коллективом компании. С 2008 года я перешел с Ярославль опять на Костромский рынок и здесь уже занимал должность руководителя отдела продаж салона «Киа». С 2012 года у нас открылось наше замечательно, красиво новое здание билинерского центра «Киа». С всей командой мы дружно переехали в этот автосалон новый, в гидресский центр, где рады сейчас работать. Я пришла работать в компании «Авторим», она называлась еще компанией «Автомир». Это было в мае 2007 года. Очень хорошо помню это время, помню свое волнение, потому что после работы главного бухгалтера я пришла в компанию работать финансовым директором. Помню, те задачи, которые оставил Сергей Юрьевич, они были очень масштабны, но тогда они казались не очень реальными, потому что он настолько умел зажигать, настолько умел заставить поверить, что все это будет, что все это реально. И в принципе все мы тогда работали, мечтали, надеялись, стремились и относились к компании как к семье. Я думаю, что во многом благодаря этому компания достигла успехов. А впереди... Открытие нового дилерского центра «Кия», получение дилерства «КамАЗ», вещание дорожного радио на всей области и старт вещания в набережных Челнах. Новые предложения на рынке рекламы «Костромы», продажа автомобилей «Ниссан» и начало строительства дилерского центра «Осень-2013». Открытие автосалона «Митсубиши» в Ярославле. Подготовка к открытию техноторгового центра в Шарье «Весна-2013». Старт новых проектов по строительству жилья в Костроме. Открытие дилерского центра «Хёнде» в Ярославле. Что для себя авторим? Авторим для меня – это успех, стабильность и перспектива. Авторим для меня – это моя семья. Авторим для меня – компания, которая позволила мне в жизни себя поверить. Авторим – это серьезная, большая фирма, фирма, которая, в общем-то, на месте не стоит, постоянно развиваться и имеет соответствующие успехи. Я проработала в компании «Авторим» почти 12 лет. И за эти годы компания стала для меня, наверное, нечто большее, чем просто работа. Компания была и раньше была, и сейчас она была. Это часть меня. Для меня Авторим – это часть моей жизни, часть яркой, успешной и интересной жизни. Для меня в компании Авторим, как бы, это, в принципе, на данный момент жизни, это, в принципе, не все, но очень много. Авторим – динамично развивающаяся компания. Авторим для меня, во-первых, это моя работа. Это рекламный завод, дорожное радио, это маркетинг-компания, это каждый день тысячи новых вопросов, каких-то интересных дел. Это очень много новой информации и огромный опыт. Сейчас, подожди, еще раз. Здесь все начиналось, да? Да. Ну, это вырежется, да, все остальные? Да, конечно. А что остальные говорили? Так, ну, вы там часть будете вырезать, да? Да, да, конечно. Такой внезапный вопрос. Ты чем занимался? Так машину продавала. Ну, тогда вот скажи, просто вот. Ольга подожла, мне что-то смешно. Только достойные люди. Присытые. Присытые, да. Имеем вам сказать.